Привет всем, кто не равнодушен к физкультуре и спорту. В эфире очередной выпуск проекта Олимпийского сайта Ульяновской области, программа «Реальный спорт Ульяновск». Я ее ведущий Михаил Рассашанский. Сегодня мы подведем итоги Всероссийского фестиваля студенческого спорта, посмотрим, как из малюсеньких спортивных клубов выходят большие чемпионы. Вместе с Олимпийским патрулем побываем в Чердаклах, а также поборемся с дюдоистами в Корсунском районе и проверим, как реализуется стратегия по развитию базовых видов спорта. И поможет нам в этом сегодня наша гостья, начальница, я бы даже сказал начальник отдела спортивно-массовой работы Управления физической культуры и спорта Ульяновска Ирина Мамыкова. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Ирина, на минувшей неделе Ульяновск принял фестиваль студенческого спорта. Страстики пели сразу на нескольких спортивных площадках. А вот где побывали вы? За кого, может быть, персонально болели? К сожалению, не удалось побывать на всех видах, но побывал на легкой атлетике, там у нас было несколько медалей. Могу точно сказать, что студенческий спорт в нашем городе и области развивается. И тем не менее, что-то ему не хватает, по вашему мнению? Чего не хватает? Да, конечно, везде нужно развиваться. Нельзя сказать, что у нас везде все замечательно и хорошо, но хотелось бы, чтобы университеты сделали акцент на создании сети спортивных клубов по разным видам спорта. Наверное, акцент бы сделала на игровых. Ну а мы теперь давайте все же переместимся на спортивные площадки и посмотрим, как сдавали спортивную сессию студенты России. Не команда, а мечта. Три мастера спорта и один кандидат мастера спорта России. Сборная Казанского государственного архитектурно-строительного университета по настольному теннису побывала в Ульяновске и совместила приятное с полезным. Уверенно выиграл турнир в рамках Всероссийского фестиваля студенческого спорта и окунулась в атмосферу большого спортивного праздника. Ну и то, и другое общение, и спортивное. Мы познакомились с новыми ребятами. Тоже интересно съездить в другие города, посмотреть их. Студенты 18 регионов приехали в Ульяновск на Всероссийский фестиваль, одной из главных площадок которого стал технический университет. Здесь, кроме турнира по настольному теннису, соревновались и волейболисты. Это, да, как в детстве, без каких-то наигровок, даже, можно сказать, без тренеров. Просто вышли ребята поиграть для души, для удовольствия. Самое главное, что у людей есть азарт, есть интерес, и они с интересом большим играют. А вот и ноу-хау Всероссийских студенческих фестивалей. Викторина на знание истории всемирных университет, а также олимпийского и паралимпийского движения во всем мире. Дебют программы фестиваля состоялся благодаря идее Олимпийского совета Ульяновской области. Мы, спортсмены, должны быть не только физически сильными, мы должны быть умными, интеллектуальными людьми. Поэтому викторина на знание, тем более основ спорта, основ олимпийского движения, я думаю, это очень приятное и полезное дополнение к университете. 25 вопросов и по одной минуте на каждый из них. Ответы на некоторые лежат на поверхности. Другие решаются только так называемым методом тыка. А итог викторины – ошибок не избежал никто. Да, вопросы были действительно интересные. И вот, признаюсь честно, на все вопросы не смогла ответить. И после этого мне захотелось взять большую книжку и узнать ответы на все вопросы. Еще один дебютант в программе студенческого фестиваля – комплекс ГТО. Всем без исключения участникам предложили побегать, попрыгать, поподтягиваться на перекладине и продемонстрировать свою гибкость. Комплекс ГТО, который у нас в многоборье на данной программе проходит, получилась как некая большая серьезная эстафета. Насколько сложный – это сложный вопрос. А в плане впечатлений – это большой опыт, мало того, что соревновательный, ты знакомишься с новыми людьми. Я первый раз в Ульяновске, то есть я еще и Ульяновск узную по-новому. Ну и в принципе студенческая жизнь в этом плане тоже хорошо развивается. Баскетбол в формате 3х3, мини-футбол, плавание, самбо и даже киберспорт. Программа фестиваля достаточно обширна. Первое общекомандное место у нижегородцев. Хозяева соревнований – ульяновцы. Больше всего успехов добились в легкой атлетике. Студентка педниверситета Ангелина Майорова выиграла бег на дистанции 800 метров, а Никита Щукин стал третьим на 200-метровке. Ирина, а вот сами вы каким видом спорта занимались раньше, где тренировались? Я никогда не занималась, конечно, профессиональным видом спорта, но в школьные годы начинала заниматься в секциях. И во всех, которые у нас только были в школе, побывала во всех. Начиная от туризма, легкой атлетики, баскетбола, волейбола. Конечно, такая школьная жизнь у меня спортивная кипела. И сейчас я продолжаю этот путь спортивный свой, не только работая в спорте, но и занимаюсь. Хожу в тренажерный зал, фитнес-клубы и, конечно, бегаю. Ирина, не секрет, что многие именитые спортсмены начинали свой путь в маленьких необорудованных подвалах. Вы, как работник городского спортканалитета, наверняка знаете все такие точки Ульяновска. Да, конечно, знаю, потому что все эти клубы являются нашей сетью. Это спортивно-досугая клуба «Симберцит», в которых у нас занимаются дети разными видами спорта, такими как бокс, кикбоксинг, футбол, хоккей, игровые разные виды, единоборство. Именно в таких клубах рождаются те звездочки, которые в дальнейшем прославляют наш город и регион на соревнованиях в других регионах. Действительно, подобные подвалы, как мы их еще называем, по-прежнему работают и готовят чемпионов. И клуб бокса «Спарта» тому ярчайшее подтверждение. 20 КАМАЗов песка вывезли из подвола в доме на улице Локомотивной, чтобы открыть здесь специализированный зал бокса. 40 лет назад братья Трифоновы, Валерий и Александр организовали и открыли при моторном заводе клуб бокса «Спарта». Тогда это было ноу-хау. Даже потом в течение двух-трех лет приезжали со всей страны Советского Союза и перенимали опыт, как устраивать спорт по месту жительственному. За 25 лет работы в подвальном помещении братья Трифоновы воспитали сотни, тысячи сильных и спортивных парней. «Спарта» дала региону 18 мастеров спорта, победителей и призеров перенос Советского Союза и России. Олег Великанов стал мастером спорта международного класса, победив на переносе Европы. Был у клуба и опыт на профессиональном ринге. Мастер спорта Евгений Воробьев, Сергей Дубовенков. Мы, впоследствии, которые боксировали по профессионалам, за венгерский клуб мы выступали, тоже тренировались здесь. В 90-е у моторного завода наступили трудные времена. Секция бокса оказалась без содержания. Долгие годы выживали как могли. Был момент, когда на два года зал был законсервирован. И все же в 2021 году «Спарту» спасли. Областной бюджет выделил на ремонт 5 миллионов рублей. Сейчас клуб бокса переживает свое второе рождение. Все по-новому, новый дарь, по-уютней, все намного лучше. За 4 года тренировок в «Спарте» Николай Лебедев уже кандидат в мастера спорта. А кто-то в клубе делает только первые шаги. Тут можно бить на грушах и прыгать на скакалке. Я уже прыгаю 200 раз. Сейчас «Спарте» занимается около 50 боксеров. В клубе два тренера – Раиль Каримов и Сергей Кановлин, которые все 40 лет здесь на одном месте. Сначала он учился боксу у братьев Трифоновых, сейчас продолжает их дело в роли учителя. Все так же осталось. Как и мы тренировались, так и сейчас. Мы же передаем все это поколение к поколению. Так же, как нас Валерий Викторович и Александр Викторовичем учили. Сейчас мы также детей очень воспитываем. Школа бокса та же, Трифоновская. Но условия нового поколения, конечно же, другие, более современные. Поэтому первые учителя «Спарты» в будущее смотрят с оптимизмом. Я думаю, здесь также будут продолжаться традиции. Подготовятся немало еще хороших боксеров высокого уровня. Пока мы снимали этот сюжет, пришла приятная новость из Ханты-Мансийска. Ученик клуба «Спарта» Владимир Мулгачев стал серебряным призером крупного всероссийского турнира. История клуба из подвала продолжается. Ирина, вот Олимпийский совет Ульяновской области, главная задача которого – продвижение олимпийских ценностей, ищет спортивные таланты в районах области. А в чем, по-вашему, главное предназначение городского спортивного ведомства? В первую очередь, это создание условий для занятий физической культурой и спортом наших жителей города. Это создание спортивных площадок во дворах. Это укрепление материально-технической базы наших спортивных школ. В этом году мы, кстати, провели ремонт на 70 миллионов рублей. Это давно не было у нас такого, и наши спортивные школы преобразовались. Именно в наших спортивных школах и растут спортсмены, которые и входят потом в состав сборной Ульяновской области. Но помимо спортивных школ, конечно, мы и проводим мероприятия крупные, именно как массовый спорт. Потому что одна из главных задач, конечно, это развитие массового спорта в городе. И мы проводим такие крупные мероприятия, которые даже, я бы сказала, не мероприятия, а спортивные события, которые горожанам очень нравятся, полюбившиеся. Это лыжня России, наши зимние, кросс-нации, осенние мероприятия. В этом году мы впервые провели первая всероссийская массовая велогонка. Была в июне, Ульяновский велодень. Пусть у вас и у нас все получится. Главное, чтобы ульяновцы были здоровы и радовали нас победами. Ну а мы отправляемся в Чердаклы вместе с Олимпийским патрулем. Показать ударную технику руками и ногами. Перевод соперника из стойки партер и болевые приемы. На все про все 40 минут. В спортивном комплексе «Чемпион» в рабочем поселке Чердаклы проходит мастер-класс Покудо. Первая тренировка прошла как раз 10 лет назад. На данный момент работает три тренера и занимается более 150 детей. Один из ведущих видов спорта и один из самых массовых. Параллельно с единоборцами идет и мастер-класс по футболу. Для чердаклинских ребят его проводят наставники областной школы «Волга». Один из них – Вячеслав Анастасов. Когда-то он играл в нападении Дентроградской «Лады». Теперь тренирует детей и высматривает таланты на просторах родной области. Дети – они и есть дети. Они все одинаковые. В городе, может, они просто чуть-чуть по избавлению всякими вот этими гаджетами. А так дети одинаковые везде. Таланты есть везде. Оба мастер-класса в чердаклах – это часть проекта «Олимпийский патруль», который вот уже второй год реализуется в Ульяновской области. Благодаря ему кудо, а равно как хоккей с шайбой, волейбол, легкотлетик и тэквондо, вошли в чердаклинском районе в число базовых. «Олимпийский патруль» вообще вот этот проект, он дает толчок, зажигает глаза детей, чтобы стать такими же олимпийскими чемпионами, как наш Константинов. Кроме того, по инициативе авторов патруля в чердаклах создали свой районный Олимпсовет из самых активных спортивных общественников. А намерения по продвижению физкультуры и спорта в массы закрепили трехсторонним соглашением. В следующий раз «Олимпатруль» нагрянет Меликевский район, куда уже отправлен переходящий баннер олимпиоников. Ирина, если я не ошибаюсь, не так давно в стенах горспорткомитета витала идея посвящать соревнованиям выдающимся личностям и героям, которые прославляют наш родной край. Удалось ли реализовать эти планы? Конечно, у нас всегда соревнования спортивные посвящаются памяти нашим героям. У нас есть традиционные турниры, которые, кстати, 18 декабря у нас будет 50-летний юбилей, посвященный памяти Ивана Семеновича Полбина, соревнования по греко-римской борьбе. Дважды герои Советского Союза. Летчика нашего, мы к нему очень готовимся, всех приглашаем на этот турнир. Ну и, конечно, у нас проходят турниры в разных видах спорта, и мы не должны забывать о наших героях, как Дмитрий Разумовский. Футбол традиционно проводим уже более 10 лет. Единоборство, очень много соревнований, которые посвящаются памяти нашим ульяновским героям. Вот и в Языково-Корсунского районах тоже помнят и чтят героев. И соревнования по дзюдо тому свидетельство. Учитель физкультуры Языковской средней школы Акберг Гусейнов доволен. Его ученик стал победителем открытого переноса Корсунского района подзюдо. Для самого Языкова это историческое событие. Созданное всего несколько лет назад, секция впервые принимает соревнования областного масштаба. Моя мечта, чтобы мои спортсмены, мои воспитанники заняли на областных, на регионных соревнованиях и получили звание КМС, мастера спорта. Я считаю, что это выполнено. Благодаря энтузиазму Гусейнова и проекту «Олимпийский патруль» год назад дзюдо в Корсунском районе вошло в число базовых видов спорта. Кроме того, в этом приоритетном списке – самбо, каратэ, футбол и лыжные гонки. Но именно дзюдоисты наряду с каратистами первыми организовали и провели состязание, на которое приехали юные спортсмены из Ульяновска и нескольких районов области. Будем участвовать в президентских грантах, чтобы приобрести инвентарь и выделить как можно больше денежных средств для выездов спортсменов и также участия в своих внутренних соревнованиях района. Чуть больше 30 участников в нескольких весовых категориях. Для соревнований в Языково это вполне себе кворум. Многие дзюдоисты впервые прочувствовали на себе атмосферу официальных стартов. Они могут радоваться победам, очень сильно могут огорчиться своим поражением. Но тем не менее это определенная ступенька, определенный старт в жизни каждого спортсмена. И главное им не останавливаться на этом, двигаться дальше. Полдня потребовалось, чтобы определить победителей призеров жарких баталий на Языковском татаме. Хозяева, подопечный тренера Акбера Гусейнова, порадовали своих наставников. У них 4 золотые медали, 5 серебряных и 3 бронзовые. Ну что ж, на этом время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был реальный начальник спортивного массового отдела управления физической культурой и спорта Ульяновска Ирина Мамыкова. А с вами был реальный спорт Ульяновск. Встретимся через 2 недели. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова